Рзичс Посполита, Польша, чтобы украинский язык не ассоциировался с деревней Катажина Плахта Рзичс Посполита, Польша 26 апреля 2019 года Интервью с историком, политологом, сотрудником Института политологии Польской академии наук Томашем Стрейком, Томас Стрейк, Рзичс Посполита, Украинский парламент принял закон об украинском языке Граждане будут обязаны пользоваться им в государственных учреждениях и ведомствах, а также в школах Почему это не было очевидным раньше? Томаш Стрейк, начиная с 19 века украинский национальный проект носил антиимперский и антироссийский характер А одновременно апеллировал к украинскому языку и этнической культуре Когда появилось движение, стремившееся сформировать новую нацию Украинская интеллигенция занялась созданием своего алфавита и литературы В качестве основы национального языка избрали на речи и центральной Украины Российская империя, разумеется, блокировала эти проекты Появлялись также царские запреты на использование украинского Что изменилось после большевистской революции 1917 года В Советском Союзе ситуация была иной Украинский язык официально там никогда не запрещали Поскольку украинский народ населял одну из национальных республик В 1920-е годы появилась так называемая ленинская национальная политика Согласно которой жители всех республик имели право учиться на своих языках Так что, когда украинцы впервые столкнулись с массовым образованием В учебных заведениях говорили на украинском Однако это был всего лишь короткий эпизод В 1930-е годы, когда к власти пришел Сталин Начались десятилетия политики сплочения государства При этом языком элит считался русский Что произошло с украинским? Украинская культура считалась крестьянской Неспособной создать высокие образцы искусства Украинский язык утрачивал свои позиции Сейчас на Украине эти годы называют периодом русификации Хотя прямого запрета на использование украинского не было В 1991 году более половины граждан независимой Украины пользовались только русским Многие даже не владели украинским Который считался крестьянским языком Мешающим продвинуться по социальной лестнице В последние 30 лет каждый президент Украины старался изменить этот подход Сейчас появился закон Петра Порошенко, поддержанный Владимиром Зеленским Это особенно интересно, поскольку украинский для него, не родной, он и его выучил, но в быту пользуется русским Таким образом новоизбранный президент посылает сигнал, что он будет продолжать курс на формирование самостоятельного украинского самосознания, свободного от влияния России Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...